Дорога В отдаленных и порой невероятных местах Каждая имеет свой арсенал ужасных сюрпризов Большинство людей ездят по этим дорогам по необходимости Некоторые же в поисках острых ощущений Кто-то по ошибке повернул не туда Для тех, кто испытал этот ночной кошмар вживую Это адские трассы Адские трассы На высоте более 4,5 тысяч метров над уровнем моря Между жизнью и смертью протянулась тонкая полоса гравия Длиной 80 километров Каждый год здесь погибают более 100 человек Ездить здесь значит противоречить здравому смыслу Педро Сиорико ездит здесь каждый день Это одна из самых опасных дорог в мире Эта дорога называется Каминос де лас Юнгас Здесь она более известна как Дорога Смерти Это единственный путь, по которому можно добраться до деревень Юнгас Рискуя своей жизнью, но не имея альтернативы Около 100 человек ежедневно совершают такое путешествие Большинство людей предпочитают, чтобы их везли профессионалы Путь пролегает по суровой местности с крутыми поворотами и отвесными обрывами Ехать по извилистой дороге шириной всего 4,5 метра Все равно, что ходить по канату высоко в Андах Этим утром Бедро ответственен за жизни 12 пассажиров Мы приближаемся к месту, которое называется «Изгиб дьявола» Это один из самых опасных участков дороги Одно неверное движение приведет к катастрофе Примерно 15-20 машин сорвалось в пропасть здесь Они находят пассажиров в автомобилях, скелеты пассажиров Эта поездка длится 3 часа в постоянном нервном напряжении Поэтому водители автобуса работают в паре Сегодня напарник Педро Модеста Солис Мы должны менять друг друга каждые 2 часа Это нужно для безопасности пассажиров Водители должны быть предельно сконцентрированы Малейшее отвлечение внимания может привести к аварии В начале 30-х годов прошлого столетия Во время трехлетней войны с Парагваем Правительство Боливии отправляло пленников строить эту дорогу Некоторые считают, что эта дорога – месть заключенных Однажды я ехал за автобусом Случился оползень Кусок скалы упал на крышу автобуса Все пассажиры погибли Это было ужасное происшествие Эта опаснейшая дорога забрала огромное количество жизней Самая ужасная авария произошла в 1983 году Когда полный автобус сорвался в обрыв Эта катастрофа до сих пор не дает покоя Рене Торо 100 человек погибли в этой аварии Там были люди из моего города, Коройко Я видел трупы, лежащие один за другим 10, 20, 30, 40 трупов под дождем Не могу забыть этот кошмар Это ужасно И если даже участок дороги не такой трудный Водители должны быть готовы к экстремальным и непредсказуемым погодным условиям Здесь выпадает до 1300 миллиметров осадков в год И порой все вокруг покрыто густым туманом Наихудшие условия вы наблюдаете сейчас Бывший водитель автобуса Пабло Тапия Ездит по этому маршруту более 20 лет Сегодня он пассажир И он предчувствует неприятности В сезон дождей случаются оползни на склонах Кочва становится влажной Этот участок самый узкий Откуда ни возьмись Появляется водопад Которого еще вчера не было Вода размывает гравий внизу Так, подождите немного Нам надо ехать туда Водители пытаются укрепить дорогу Мы решили положить несколько камней Немного подождем и можем ехать Но это временное укрепление вряд ли продержится долго Возможно, одно наше колесо будет в воздухе Но мы сможем пройти Есть риск соскользнуть И тогда мы перевернемся Вместе с пассажирами Автобус начинает двигаться Я видел, как водители пытаются выложить на дорогу камни Чтобы суметь пересечь это место Но в последний момент вода окончательно разрушила дорогу И стало совсем тяжело Колеса сейчас в нескольких сантиметрах От почти стометровой пропасти Никто не знает, насколько дорога скользкая Сцепление с ней плохое И продолжать движение – огромный риск В похожую ситуацию попал другой водитель В 2010 году И погиб Следующий маневр решающий Любое неверное движение И автобус превратится в стальной гроб Это большая ответственность Когда жизни людей в твоих руках Мы должны обеспечить всем безопасность Излишне не рисковать, когда мы перевозим людей Модесто и Педро имеют водительский стаж Более 40 лет Они уцелели на дороге Юнгас Потому что не принимали желаемое за действительное Задний ход на этой дороге Равноселен смерти Но сейчас выбора нет Мы знали, что двигаться таким образом – сумасшествие Это самоубийство – ехать вниз по этой дороге Сегодня водители выбирают наименьшее из двух зол И начинают 60-километровый путь домой Задним ходом Не могу сдержать дрожь, когда еду по этой дороге И даже сейчас я чувствую страх, вспоминая это Завтра они попытаются снова Зная, что это путешествие может стать последним Адские трассы Неважно асфальтированная или состоящая из щебня камней Адская дорога скрывает множество ловушек Опасность, которую вы не замечаете Может превратить воскресную поездку в ночной кошмар В юго-восточной части США В горах Апалачи Вдоль границы между штатами Северная Каролина и Теннесси На 18 километров протянулась извилистая дорога Формально это участок трассы 129 Но за причудливый контур Дорога получила название Хвост дракона Здесь произошло довольно много аварий Я лично видел несколько погибших на этой дороге Дракон забрал 24 жизни Начиная с 2000 года Бесчисленное количество людей Было здесь на волосок от смерти Этот мемориал Установлен в память о жертвах Рон Джонсон владелец магазина на хвосте дракона Он бывалый байкер И знает эту дорогу лучше, чем кто-либо Это одна из самых уникальных дорог в мире На этих 18 километрах умещается 318 поворотов При этом нет ни одного ответвления и никаких зданий Дракон был тропой индейского народа Чироки Дорожное покрытие появилось лишь в 30-х годах 20-го столетия Многие десятилетия только местные жители и заблудившиеся туристы Просали вызов этой дороге Но в 90-х годах со всего света начали стекаться безбашенные экстремалы Чтобы испытать свои навыки вождения Опасность в том, что люди, которые приезжают сюда, не осознают, что они делают Необходимо быть предельно сконцентрированным во время движения Следить за торможением Если вы резко затормозите, есть риск упасть горы Даже если вы двигаетесь со скоростью не более 50 км в час Опасность подстерегает на каждом повороте Здесь новичкам следует остановиться Внезапный крутой заезд направо Резкий поворот на 180 градусов И изгиб, известный как гравитационная впадина Повороты действительно никогда не прекращаются Прямых участков крайне мало Дэррл Кэннон по прозвищу Киллбой Покорял эту дорогу на мотоцикле Сейчас он фотограф Это как танец нон-стоп И вам надо просто уловить ритм Повороты не крутые, но очень частые По сторонам дороги почти нет полей Поэтому если вы на любой скорости сойдете с дороги Вы, скорее всего, врежетесь в дерево Много случаев, когда люди вылетают с трассы Врезаются в деревья И в итоге получают смертельные травмы Извилистый путь дракона Проходит по живописным местам И может застать врасплох Даже самых опытных водителей На каждом километре погибал По меньшей мере один человек Но восьмой километр Самый смертоносный В 2005 году на этом самом месте Жена Дэррла, Лори Попала в аварию От которой кровь стынет в жилах Был хороший день Я была на мотоцикле Муж на машине Мы подъезжали к восьмому километру Когда мы зашли на этот слепой правый поворот Я увидела перед собой мужчину и женщину на мотоцикле Они затормозили И вы знаете, я помню только Звук от удара о мотоцикл Лори знала все изгибы и повороты дракона Но в тот день ничто не могло спасти ее От ужасной аварии Около поворота на восьмом километре Пара на мотоцикле совершала маневр В тот момент, когда Лори поворачивала Двигаясь им навстречу Я помню только что услышала звук от удара о мотоцикл И потом все потемнело Я очнулась и увидела, что на левую руку наложена шина Были сломаны обе кости До сих пор есть они менее некоторых пальцев Но я рада, что у меня есть рука Лори и Деррел были настолько потрясены случившимся Что теперь будут ездить по дракону Только на машине Вскоре после аварии Лори Почти в том же месте Айк Вудард врезался в 18-колесный грузовик Который занял две полосы Он попал под колеса И умер по дороге в больницу У мотоциклиста не было шансов Я поднялся и посмотрел на место аварии У него были доли секунды, чтобы среагировать Мотоцикл накоренился и скользнул под колеса Сейчас происшествий подобных этим На дороге стало больше, чем раньше Потому что система GPS указывает дракона Как кратчайший путь На карте не видно, что дорога длиной 18 километров Имеет 318 поворотов И если вы оказались на ней Уже нельзя вернуться обратно Вы действительно должны остерегаться поворотов У грузовых машин практически нет возможности Занимать только свой ряд Поэтому каждый поворот становится Потенциально смертельной ловушкой Опасность заключается в том, что Если вы встречаете грузовик прямо в повороте Его кузов идет на вас Дважды мне приходилось езжать правым колесом в канаву Чтобы избежать столкновения И грузовик проходил в нескольких сантиметрах от моей машины Вот эту машину лучше не встречать на повороте Даже небольшая авария на драконе Может обернуться угрозой для жизни Еще один неприятный момент Если вы попадете в аварию То до больницы придется добираться целый час Если у вас внутреннее кровотечение Необходима медицинская помощь В течение 10-15 минут Машина скорой помощи тоже будет ехать долго Можно не успеть Несмотря на такую опасность Экстремалы продолжают гонять по дракону Большинство из них приезжают За адреналином и упоением гонки Однако в 12,5 тысячах километров отсюда Есть еще одна адская дорога От которой зависит жизнь целой деревни В восточной части Китая На окраине провинции Хинань В горах Тайхан На высоте почти 2 километров Есть опасный тоннель Длиной 1,5 километра 3,5 метра в ширину И 4,5 метра в высоту Это очень опасно Ездить по такой дороге Это тоннель Гуйон На вершине горы Тайхан На верхней горе Тайхан На верхней горе На верхней горе Тайхан На верхней горе Тайхан На верхней горе Тайхан На протяжении веков Единственной связью с внешним миром Была узкая извилистая тропа По крутым склонам Тропа поднимается на высоту равную четырем зданиям Empire State Building. Этот путь полон опасностей. В 1972 году 13 жителей деревни решили построить дорогу. Не имея специального образования и без помощи правительства Китая, используя подручные средства и взрывчатые вещества, они проделали тоннель. На это ушло пять лет. Это удивительно, что деревенские жители построили дорогу, которая была поистине необходима. Они были изолированы от внешнего мира, и им нужен был путь, чтобы добраться до людей и товаров. От своей деревни до остальной части Китая. Помимо многих других опасностей в тоннеле, имеются 30 неукрепленных, грубо высеченных окон. Вокруг валяются обломки породы. Здесь есть встречные движения, пешеходы, но отсутствует аварийная служба. Что будет, если внутри случится пожар? Есть ли опасные газы внутри тоннеля? Освещение, зрительное восприятие, видимость – это факторы, которые могут стать причиной аварии. Хотя были сообщения о ДТП со смертельными исходами в тоннеле, строгая статистика не ведется. Поэтому тоннель Гуйон остается для всего мира поразительным и таинственным подвигом непрофессиональных инженеров. Путешествие по адским дорогам – это нечто большее, чем добраться из точки А в точку Б. Даже будучи предельно сосредоточенным или находясь в компании самого надежного водителя, вы захотите помолиться за свою жизнь. Адские трассы На юго-востоке штата Юта, в горах Кедр-Месса на богом забытой земле, пролегает дорога из гравия, которая называется Моки-Дагвей. Она выглядит довольно безобидно, но не стоит доверять первому впечатлению. Дорога заслуживает внимания. Это потенциально смертельный путь. Этот пятикилометровый участок дороги был построен в 50-х годах 20 века для транспортировки урановой руды из шахт на перерабатывающий завод. Сегодня более 40 тысяч мотоциклистов в год путешествуют здесь. Большинство из них просто туристы, неподготовленные к тому, что их ждет впереди. Дагвей – это не простая дорога. Она может быть покрыта льдом. Это бесконечный серпантин сродни американским горкам. Дорога может выбросить водителей даже при скорости 8 км в час. Очень просто недооценить поворот и улететь с горы. Моки является частью государственной трассы, и поэтому ее регулярно ремонтируют. Леймайер сработал на этой адской дороге 16 лет и знает, насколько она непредсказуема. Погода изменчива, и от этого зависит состояние дороги. Она может быть сухая, рыхлая, пыльная, или наоборот, влажная, затопленная, с оплознями. Вы никогда не знаете, что ожидать. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, дорога совершенно другая. Такие экстремальные условия ведут к эрозии покрытия дагвой, и затем, когда вода и лед начинают проникать в толщу горных склонов, внезапно случаются оползни. Конечно, я всегда беспокоюсь о безопасности людей. Мы стремимся наладить хорошее сообщение с шерифами, чтобы они сообщали нам о текущей ситуации на дороге. Офицер бюро по управлению территорией Мари Туксхан регулярно патрулирует дагвой в поисках водителей, которые нуждаются в помощи. На склонах лежат куски металла, которые служат напоминанием о том, насколько опасны могут быть эти американские горки. Там внизу лежат обломки, которые так и не достали из каньона. Водитель просто не прошел поворот. Конкретно этот поворот я считаю самым опасным. Вы можете увидеть следы от шин, ведущие в пропасть. Они обрываются там. Посмотрите, вон обломы грузовика. Если мы взглянем с края обрыва, то увидим последствия одной из самых серьезных аварий, которые случались здесь. Это доказывает, что эта дорога действительно так опасна, как о ней говорят. Несмотря на огромное количество опасностей, Лемайерс приезжает сюда в любую погоду, поддерживая дагвы в чистоте с помощью массивной машины. Это 9-метровый грейдер, но даже этот здоровый монстр не может гарантировать безопасность. Четыре года назад с горы упали гигантские камни, скатились и разбили всю заднюю часть грейдера. Я съехал на 6-9 метров. Было действительно страшно. Это был первый раз, когда что-либо случилось со мной, но вы должны быть осторожными и помнить, что на этой коварной дороге все может случиться за считанные секунды. Фер Джонсон был членом команды, построившей эту дорогу. В 60-70-х годах отсюда перевозили уран, примерно 20 или больше партии урана в день, на мексиканский завод Хэт. Там нет заграждения, поэтому будьте осторожны и держитесь подальше от края. День за днем несчастные туристы приезжают на Дагвей, думая только о потрясающем пейзаже. Они не осознают, пока не становится поздно, что эта дорога является смертельной ловушкой. Некоторых туристов первая встреча с этой дорогой приводит в ужас. Они едут, руки на руле, не смотрят ни вправо, ни влево, только вперед на дорогу. Они не знают, что происходит по сторонам. Они как будто каменеют. Иногда кто-то звонит, потому что боится ехать дальше. То есть они не получили повреждения и не попали в аварию. Они просто не хотят двигаться. Они боятся ехать вперед и боятся ехать назад. И просто останавливаются. Не только туристы боятся ездить здесь. Даже люди, которые строили эту дорогу, пережили такое, от чего волосы встают дыбом. Ричард Нильсон поднялся на вершину холма и подъехал слишком близко к краю. Машина полетела вниз. Она переворачивалась. Даже не знаю, сколько раз он оказался заблокирован в грузовике. Большой камень мешал открыть дверь. Он пережил тяжелые минуты. Затем грузовик загорелся. Как бы хорошо ли не знал эту дорогу, он никогда не расслабляется. Я никогда не чувствую себя спокойно, как может показаться со стороны. Есть вещи, которые могут случиться в считанные секунды, и для вас все изменится. Я собираюсь развернуться прямо здесь. Слишком глубокий снег, и чересчур скользко для этого грузовика. Моя семья переживает обо мне. Они знают, что Мокедагва и опасная дорога. Поэтому они действительно волнуются за меня. В 12 тысячах километров отсюда, в Южной Азии, находится дорога длиной 1300 метров, которая доставляет автомобилистов на вершину мира и за его пределы. Дорога через Гималайя является самой высокой в мире. Она соединяет Исламабад и Кашгар. Эта величественная дорога в народе известна как одно из чудес света. Мы сейчас говорим о максимально опасной дороге. Это трасса Каракорам. На строительство этой дороги у пакистанской и китайской армий ушло 20 лет. Более тысячи человек погибли во время оползней и обвалов. Будучи артерией региона, этот путь соединяет сотни городов и деревень. И до 5 миллионов автомобилистов проходят эту коварную высоту каждый год. Находящаяся на высоте 4,5 километров, Каракорам опасно, но в то же время очень заманчиво. Вы едете в одиночестве по этой прекрасной трассе, и что вы делаете здесь? Вместо того, чтобы внимательно следить за дорогой, вы наслаждаетесь пейзажем, красивыми горами. Но вы должны понимать, что если вы не сосредоточены на дороге, то вас ждет беда. Вы не имеете права на ошибку. Вы едете по самому краю. Если вы недостаточно быстро нажали на тормоза, скорее всего, вы уже мертвы. Не имеет значения, пристегнуты ли ремни. Если подушка безопасности, вы падаете с горы, и вы мертвы. После моста Райкот все становится только хуже. На протяжении 270 километров на высоте 4,5 километра дорога становится очень узкой для автобусов. Поэтому пассажиры должны продолжить путь пешком. Вот что делает эту дорогу особенно опасной. Она узкая. С одной стороны отвесный обрыв, с другой гора. То есть нет возможности для маневра. Это центральная дорога Северного Пакистана. И автобусы, грузовики и машины соперничают за место на этой двухполосной трассе. Эта дорога забита переполненными автобусами. Автобусы двигаются с разной скоростью, перевозят людей. Поэтому одна авария влечет за собой многочисленные беды. Находясь на волосок от падения, машины идут по самому краю в нескольких сантиметрах от ущелья и ревущей реки Инд. В мире на дорогах ежегодно погибают 1 миллион 200 тысяч человек. Это 3 тысячи смертей в день. Люди думают, что авария – это несчастный случай, форс-мажор. Но это не так. Вы можете заметить, что в странах с низким и средним уровнем дохода не хватает технической оснащенности. Принять меры по улучшению видимости и сокращению трудных поворотов – все это важно, потому что эти факторы являются основной причиной гибели на дорогах в таких странах. Добавим к этому подземные толчки, и теперь вы понимаете, почему на преодоление полутора километров пути нужен час, а на то, чтобы сойти с дороги – только секунда. В Перу, высоко в Андах, в тени потухшего вулкана, есть дорога длиной 120 километров, где осталось более сотни непрекаянных душ. На дороге в Чакас люди рискуют жизнью, чтобы добраться до места назначения. Это дорога в Чакас. Здесь нет другой дороги, чтобы добраться из города Кархуас в Чакас. Поэтому путешественникам приходится рисковать жизнью, выбирая этот путь. Я каждый раз боюсь ехать наверх по дороге в Чакас. Полицейский офицер Рафаэль Ибарра видел многое, но дорога в Чакас вызывает в нем страх. Мое тело покрывается мурашками, когда я еду по этой дороге. Сегодня он должен навестить своих родственников в Чакасе, поэтому риска не избежать. Его друг Амар поведет. Мы должны ехать очень медленно. Это туман и камни. Что-то может случиться. Недостаточная концентрация внимания приведет к ужасным последствиям. Но если дорога вас не убьет, это могут сделать горы. Уаскаран самый высокий пик в Перу. Это потухший вулкан, который, тем не менее, обладает силой. В 1962 году огромный оползень разрушил близлежащие деревни и погубил 4 тысячи человек. После, в 1970 году, во время землетрясения сместилась огромная глыба из камня и льда и похоронила заживо жителей двух городов 20 тысяч человек. Такая сейсмическая активность означает, что здесь может случиться все, что угодно в любой момент. Рафаэль, смотри туда, смотри, смотри, это оползень. Будь осторожен, осторожен. Ежедневно случается от трех до пяти оползней. Один вы только что видели. Подожди секундочку. Подожди секунду. Погоди, смотри, огромный камень упал на дорогу. Это может означать, что наверху не все стабильно. Дорога сейчас очень опасна. Оползни на каждом шагу. Будем надеяться, что мы доберемся живыми. В некоторых местах дорога поднимается до четырех километров. Одного оползня достаточно для верной смерти. Три года назад автобус с шестьюдесятью пассажирами перевернулся. И все шестьдесят погибли. Я скажу моей семье, чтобы никогда не ездили здесь. Это так опасно. Погода может измениться в мгновение ока, и вы уже едете по снегу. Снег покрывает всю дорогу. Вот почему здесь так опасно. Из-за снега и дождя. Появляются сугробы, и ты просто не видишь дороги. Все здесь покрыто снегом. В июне 2011 года Максимов Уантес ехал по дороге в Чакас, когда его грузовик занесло. Он потерял управление и въехал в 30-ти метровый овраг. Чудом он выбрался из машины с небольшими травмами. Вот здесь мой грузовик упал из-за дождя, из-за плохих погодных условий. Когда я езжу здесь, я переживаю, ведь все может повториться. Я всегда испытываю этот страх. Рафаэль и Амар добрались до вершины Уаскаран. Это священное место. Говорят, здесь обитают души людей, которые трагически погибли в автомобильных катастрофах на этой дороге. Многие верят, что призраки посещают эту дорогу. Да, люди говорят, что они слышат плач, шум, свист. Да, так говорят. В середине 90-х священнослужители установили статую Девы Марии над дорогой, откуда ее могут видеть автомобилисты. Дева Мария – это чудо. Здесь случалось много аварий, но после появления Девы Марии здесь все успокоилось. Выжившие в автокатастрофах, такие как Максима, приходят на это место и оставляют дары. Лично я приносил цветы несколько раз, когда проезжал мимо. Я благодарен ей. Рафаэль и Амар спускаются с горы. Они надеются и молятся, чтобы Дева Мария защитила их во время спуска. вы должны всегда ехать с верой, быть спокойным. Если вы начинаете нервничать, дорога станет еще труднее. Путешествующие по дороге Чакас находятся во власти гор. В шести с половиной тысячах километров отсюда то же самое происходит на перевале через Красную гору в Колорадо. Но оружие гор не оползни, а ревущий белый монстр, который может похоронить тебя заживо. И последняя адская дорога, где асфальт является полем боевых действий. Адские трассы. Сокрытая в горах Колорадо 40-километровая дорога так же страшна, как и живописна. Она построена в 1880 году как дорога к Руднику. Сейчас ее посещают более чем 750 тысяч людей в год. Это единственный путь из Орвея в Сильвертон и Дуранго. Обрывистые склоны, резкие повороты и крутые спуски это лишь некоторые опасности, которые вас подстерегают. Дорога подобной ленте эта асфальтовая лента чрезвычайно опасна. Добро пожаловать на перевал через Красную гору. Это заставляет отчаянно сжимать руль даже в отличную погоду. Быстрый подъем на 3 километра водители должны преодолевать по узкой полосе без всякого ограждения между ними и смертельным обрывом. И это в хороший день. В плохой возникает еще одна смертельная опасность. Лавины. В среднем в США 25 человек ежегодно погибают под лавинами. Почти половина из них на Красной горе. Специалист по лавинам Джерри Робертс ездил этим путем сотни раз и никогда не чувствовал себя в безопасности. Когда я еду по перевалу через Красную гору, я думаю об опасности, думаю о смерти, о красоте. Это смешанные чувства. Вы попадаете в разные погодные условия, в разные дорожные условия. Эти повороты довольно паршивые и зачастую усеяны гравием. Люди вылетают с дороги и падают в ущелье. Эта дорога опасна круглый год, особенно зимой. Требуется целая армия рабочих, чтобы чистить эту дорогу, особенно в течение 7 месяцев, когда снег и лед сходят с горы. Пол Уилсон один из таких людей. Он провел более двух десятилетий в этой борьбе. Это самая опасная дорога, которую я знаю. Сам ландшафт, лавины, оползни, распутятся, другие неожиданности. Все, что угодно. Добавьте осыпавшийся гравий в сочетании со скользкой поверхностью, и машины могут легко соскользнуть к краю. Поэтому Пол тщательно контролирует каждый квадратный сантиметр шоссе. Вы должны всегда знать, где вы, какие условия вокруг. Вы должны следить за встречным движением. Должно быть особое чутье. Существует несколько вещей, за которыми нужно всегда наблюдать. Это противоречие. Я имею в виду, что здесь красивая местность и небо, и в то же время много опасностей, которые никто не принимает всерьез. Я много раз видел все это здесь на красной, и я очень уважаю эту гору. Но уважение не спасет вашу жизнь, если со скоростью более 320 километров в час пойдет лавина с давлением почти 2 тонны на квадратный метр. Поэтому пока Пол обследует дорогу, синоптики Этон Грин и Сьюзен Хейл тщательно изучают склоны гор наверху. Мы наблюдаем, как идет снег, какова масса выпавшего снега, какой ветер, потому что ветер перемещает снег к стартовым зонам лавин. И когда мы видим все признаки, мы понимаем, что пора начинать действовать. Эффективный метод снижения последствий схода лавин состоит в его целенаправленной инициации. инициация происходит в результате сброса взрывчатки из вертолета или стрельбы из артиллерийского орудия. Для создания трещины, куда пойдет снег, он сходит и не скапливается на склоне. Эта процедура снижает риск массивных обвалов, но не может полностью защитить от лавин. В 1992 году Дэнни Харамильо и Эдди Иммел пытались очистить дорогу от лавины, когда случилась трагедия. Мне позвонили в середине ночи и попросили приехать к шерифу. Эти парни были снаружи машины, они вышли из нее и оба были накрыты вторым сходом. Но они попали в полость под снегом и оставались живы долгое время. Дэнни Харамильо копал выход в 18 часов, но затем был погребен под снегом. После умер Эдди. Здесь установлен мемориал работникам и путешественникам, которые потеряли свою жизнь в горах. Он возведен в честь погибших и служит необходимым напоминанием об опасностях. Я считаю, это хорошая идея. Важно установить памятник тем, кто погиб здесь, в первую очередь, водителям снегочистителей. Многие люди останавливаются тут и видят его. Это помогает провести параллель и осознать, что на самом деле здесь происходит. Водители снегочистителей настоящие герои дороги. Они зависят от нее, как никто другой. Вероятность погибнуть для них выше, чем для обычного человека, который едет из Оуруэя в Дуранго. Пол один из счастливчиков, которым удалось выжить. Это опыт, который трудно забыть. Я повернул по довольно широкому радиусу и оказался слишком близко к краю. Машина просто перевернулась и скатилась к деревьям вон там. Это случилось почти 20 лет назад. Пол пролетел 60 метров. К счастью, деревья смягчили его падение. Будучи заблокированным в грузовике, он уже готовился к смерти. Невероятно, но три часа спустя шериф заметил машину и помог Полу выбраться. Я повредил артерию на руке вот здесь. Я подполз сюда, но я должен был держать артерию, чтобы не стечь кровью. Нужно быть очень аккуратным за рулем снегоочистителя. Это может случиться с каждым. Перевал через Красную гору манит водителей потрясающими пейзажами. Но те, кто знают его лучше других, никогда не согласятся поехать здесь без нужды. Я испытываю страх каждый раз, когда еду по этой дороге. То есть у меня наступает настоящая паранойя здесь. Это опасно. Здесь, несомненно, будут другие трагедии, и никто не сможет это предотвратить. Я ненавижу это говорить, но история этой дороги еще обогатится очередными катастрофами. В Афганистане есть 100-километровая дорога, напоминающая позвоночник. Построенная тысячи лет назад, эта дорога была торговым путем по пересеченной местности восточного Афганистана. Большая часть дороги каменистая, но это не основная проблема. Стрельба, бомбы и нападения создали этой дороге репутацию смертельного маршрута. Этот путь связывает далекую восточную часть Афганистана с остальной страной. Коалиционные силы проложили эту дорогу, но не всем тут рады. Древние племена и военачальники продолжают бороться за власть с иностранными войсками. Здесь другая обстановка. Здесь стреляют в вас. Вы не думаете о яме на дороге, вы думаете о том, что происходит вокруг. Это не та дорога, где у вас будут проблемы, если вы отвлечетесь на мобильный телефон. Но здесь вы должны следить за тем, что происходит за холмом, и вы должны быть готовы ко взрывам, которые могут случиться впереди. Вы должны использовать все пять чувств и ехать как можно быстрее, но это практически невозможно. Каждый, кто путешествует по этому пути, подвергается огромному риску. Нас атаковали с тех холмов наверху. Когда мы поднимались на перевал, нас атаковали на горном хребте с той стороны. Подполковник Роб Кэмпбелл знает этот перевал как свои пять пальцев. Это очень проблемное место для нас, потому что если вы здесь, с того места враг может атаковать вас. Вы не можете видеть, где враг и что он делает. Там может быть засада. То есть это сложная позиция. Разные группировки борются за власть над этим скалистым, но стратегически важным регионом. напряжение высоко. Все может выйти из-под контроля в любую минуту. Это упрек силам безопасности. Они пытаются решить вопрос мирно. Вы не слышите стрельбы, и это хорошо. До урегулирования конфликта мирным путем эта дорога останется полем боя для вооруженных и озлобленных людей. нет смысла в восстановлении этой дороги, чтобы ее взорвали снова. Я думаю, что в данном случае решение конфликта должно быть на первом месте. В противном случае вы будете только и делать, что реконструировать эту дорогу в течение многих лет. Там, где дороги встречаются с природой, всегда есть потенциальная опасность. Даже в самой надежной машине водители могут ждать непредвиденные обстоятельства. Фатальные заносы и смертельные падения с обрывов. Земля может прийти в движение, может начаться снег. Каждый год сотни пассажиров гибнут во время поездок. Адские дороги вселяют ужас. Фильм озвучен студией Виа Саймас. Программы о путешествиях позволяют побывать в отдаленных уголках, куда сам зритель вряд ли когда доберется. Ежели он при этом смотрит на мир глазами того, кто мечтал остаться дома, это еще и очень весело. Простак за границей. Далее на Discovery Channel. Субтитры подогнал «Симон»